К санкциям, создавшим столько проблем для российских производителей, лучше всего приспосабливаются производители белорусские. Помнится, несколько лет назад мы посмеивались над белорусским пармезаном, хамоном и морепродуктами, которые наводнили рынок после того, как Россия ограничила импорт европейских товаров. Похоже, что ситуация может повториться. Евросоюз запретил поставлять на территории РФ грузовики массой свыше 9 тонн, а также дизельные двигатели мощнее 400 сил. А значит, перевозчики разом останутся без импортных тягачей и самосвалов. Российский КАМАЗ занять освободившуюся нишу, как известно, не готов. Свежие модели К4 и К5 оказались буквально напичканы иностранными комплектующими. Так что основой производственной гаммы на ближайшее время стала древняя серия К3, пусть и многократно модернизированная. У Минского автозавода линейка машин заметно свежее и разнообразнее. У него есть более современные кабины, собственные мосты и даже моторы и трансмиссии, так как МАЗ загодя создал несколько совместных белорусско-китайских предприятий. В частности, завод МАЗ Вейчай делает дизельные и газовые моторы мощностью от 190 до 460 сил, а предприятие ФастМАЗ собирает 6, 9 и 12-ступенчатые механические коробки передач марки ФастГир. Рядные шестерки Вейчай считаются удачными. Китайские перевозчики называют их одними из лучших. Их межсервисный интервал составляет от 45 до 60 тысяч километров, в зависимости от того, на каком грузовике установлен двигатель. Китайскими агрегатами белорусского производства можно оснащать любую технику. От магистральных тягачей до сверхтяжелых самосвалов. Притом моторные и трансмиссионные заводы готовы ежегодно давать по 20 тысяч единиц продукции каждой. Это много. А значит, вместо ставших санкционкой Вольво, Скани и Манов, строители и перевозчики смогут закупать новые МАЗы. На минской выставке Будэкспо автозавод представил несколько новинок, созданных для строительной отрасли. Это автокран и несколько самосвалов. Включая тяжелый четырехосник грузоподъемностью 30 тонн. Также минчане успешно выигрывают тендеры на поставку автобусов для российских городов. Притом, если ЛиАЗ и Нифас больше не смогут закупать импортно-автоматические коробки, то МАЗ запросто. Впрочем, автобусным заводам мы посвятим отдельный выпуск новостей с колес. Следите за эфиром. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова